Полагаем, что ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались, да и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий так называемой цветной революции, хорошо нам знакомой по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия. Потерпев неудачу в попытке политического близкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику страны. Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам, особенно чувствуя поддержку нашего союзника Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48% по итогам января-июля текущего года. Российская Федерация также является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Только за первое полугодие российские инвестиции составили почти 2 миллиарда долларов США. Сегодняшнее время непростое не только для Беларуси, но и для России, что связано с продолжающимся негативным эффектом пандемии коронавируса, кризисом в мировой экономике, санкционном давлении. Данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые бы стали не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов. Белорусская сторона предлагает рассмотреть и принять решения по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, выражая надежду, что мы конструктивно обсудим весь круг имеющихся вопросов, а закрепить достигнутые договоренности предлагаю на очередном заседании Совета министров союзного государства, где мы, я надеюсь, предметно поговорим и о дальнейшем развитии этого интеграционного объединения.